Кто может купить автомобиль в кредит и сколько это стоит? Какие документы для этого нужны? Кредит или лизинг? Из чего состоит ежемесячный счет банка? Что такое кредитная история и какие могут быть ограничения? Ответ на эти и другие вопросы, связанные с автокредитованием, знает менеджер по работе с корпоративными клиентами автосалона Прага Авто на Кольцевой Алена Булаевская. Здравствуйте. Добрый день. Как можно решить вопрос, если недостаточно денег для покупки автомобиля? Какие варианты займа практикуются вообще? На самом деле купить автомобиль, имея хотя бы часть денег на него, достаточно легко и просто. Для этого необходимо желание в первую очередь, да? И, конечно же, определиться с автомобилем, какой планируете покупать и подбить, наверное, свой бюджет. К примеру, люди могут определяться по каким параметрам. У них может быть потребность, что мне нужен большой автомобиль, поскольку у меня большая семья. Или второй вариант, что мне нужен самый дешевый автомобиль, поскольку большой, я не могу себе позволить и мне страшно рисковать, порать большие деньги. Какой вариант он может себе выбрать? Как чаще всего поступают? Какие автомобили люди выбирают? Дорогие или дешевые? Ну, смотрите, автомобиль – это вещь, которая покупается не на неделю, не на месяц и даже не на год. Поэтому к выбору покупки автомобиля клиенты, как правило, подходят очень осознанно. Если кому-то вдруг надо большой автомобиль, он знает, что он уже готов, например, внедорожнику, кодиаку, к короку. То есть, соответственно, запросы у него будут на кодиак и корок. Если человеку необходимы компактные автомобили для перемещения по городу, то его выбор ляжет, скорее всего, на Фабию или же Октавию в большинстве случаев. По бюджету, в принципе, все достаточно предсказуемо. Если на Фабию у человека есть 50% аванса, то этих 50% аванса Фабии, если он захочет купить корок, составят, например, только 10% от корок. Но и с авансом 10%, и с авансом 30% абсолютно реально купить автомобиль. А какая минимальная сумма для того, чтобы купить минимальный по стоимости автомобиль? Как правило, это где-то процентов 20-25 от стоимости автомобиля. С них 10% это минимальный аванс, который пойдет непосредственно на аванс по автомобилю. И еще процентов 12-15% это будет расходная часть на регистрацию автомобиля. Потому что первая постановка автомобиля на учет тянет за собой оплату пенсионного фонда от 3 до 5% стоимости автомобиля. Плюс ко всему, необходимы будут дополнительные деньги на страхование автомобиля, поскольку страхование залогового имущества является обязательным требованием банка. То есть это мы должны рассчитывать деньги на КАСКО и на автогражданку. Также есть нотариальное оформление залога, тоже сопутствующий расход. И в некоторых банках он есть, в зависимости от условий, от аванса, от сроков. Некоторых нет. Это разовая комиссия за выдачу кредита. Если собрать вот этот вот аванс, регистрацию с учетом пенсионного фонда страховки, КАСКО, автогражданка, вот это все где-то потянет 20-25% стоимости автомобиля. Правильно ли полагать, что если автомобиль дороже, то это все равно будет 20-30% от стоимости именно более дорогого автомобиля? Да, абсолютно верно. 20-25% от выбранного автомобиля. Часто разговариваю, что кредит и лизинг. Какая здесь разница глобально? Глобально кредитам, как правило, больше дают предпочтение физические лица. Лизинг это для юрлиц, для корпоратива. Удобно тем, что автомобиль оформил в лизинг, попользовался им, как будто долгосрочная аренда. И потом есть возможность то ли его выкупить, то ли же сдать и взять новый автомобиль в лизинг. Ага, то есть если в лизинг автомобиль приобретается, то он не твой, ты его не выкупил. Конечно, он принадлежит лизинговой компании автомобиль по техпаспорту, по праву собственности. В кредите же автомобиль полностью и по техпаспорту, и по всем имущественным правам принадлежит собственнику. Единственное, что во всех реестрах он числится как залоговое имущество банка до тех пор, пока клиент не погасит кредит. Но на кредитном автомобиле абсолютно легко выехать за границу, что часто клиентам интересует. То есть по техпаспорту нигде нет ни единой отметки, что автомобиль частично находится и в собственности банка. То есть в техпаспорт отметку не ставят? Не ставят в техпаспорт отметку никакую. Только указан собственник, это физическое лицо, которое оформило кредит и оформил на себя автомобиль. На одном известном автомобильном форуме, я недавно прочел, человек спрашивал, а правда ли, что банк забирает техпаспорт, когда автомобиль находится в кредите? Нет, конечно, неправда, это однозначно. Техпаспорт в любом случае остаётся у собственника, и там уже в зависимости от того, доверяет ли он управлять своим автомобилем другим людям, он может его передавать. Поскольку, если вдруг остановит полиция, надо подтвердить, что автомобиль вам передали на добровольных основах, а не вы его где-то угнали, забрали. То есть мы сейчас говорим об отметке в техпаспорте, или это должна быть какая-то справка, разрешение от банка для полиции? Для полиции? Нет, ничего, ни отметки не будет никакой в техпаспорте. В полиции никакое разрешение, ничего, совсем ничего не надо. В общем, процедура пользования автомобилем ничем не отличается в пользу обычного автомобиля? Абсолютно, абсолютно ничем не отличается, да. Единственное, что надо контролировать ежемесячные платежи, не забывать их делать. Про ежемесячные платежи мы поговорим чуточку позже, а вот с самого начала. К примеру, есть желание приобрести автомобиль, воспользоваться услугами банка, получить кредит. С чего нужно начинать? Кто может получить кредит? Кредит может оформить на себя любое физлицо, которое является гражданином Украины. В большинстве случаев это официально трудоустроен гражданин Украины. Но и если вдруг вы не работаете по неким причинам, то кредит тоже можно оформить. В таком случае у банков есть требование, что аванс по автомобилю должен составлять 40 и больше процентов. Или же сумма кредита должна быть небольшой. Для физического лица какие документы нужно предоставлять банк для рассмотрения? Это стандартный пакет документов, паспорт, идентификационный код заемщика. Есть ли заемщик браки, те же документы по супруге, свидетельство о браке общее и справки с места работы за последних 6 месяцев. Они будут приоритетом для получения кредита. Но если справок нет, в любом случае автомобиль, кредит оформить можно. А если человек частный предприниматель, какие он справки о доходах должен предоставить? Частный предприниматель это вообще идеальный заемщик. Да, они все подают декларации. В зависимости от формы налогообложения, кто-то подает декларацию раз в год, кто-то ежеквартально. Но в любом случае они подают эти декларации. Эти декларации являются подтверждением доходности. Поэтому по ним совсем все просто. Паспорт, код, паспорт, код второго супруга, свидетельство о браке и регистрационные документы ФОП. Это выписка о регистрации потерьщика налога. Плюс вот эти вот декларации. Но эти декларации он должен получать в налоговой? Или достаточно его деклараций, те, которые он в налоговую подает? Сейчас все очень просто. Есть ли справка о доходах? Все-таки надо у себя в предприятии заказывать, ждать, пока бухгалтер ее сделает, поставит штамп, подпишет у директора. Это как-никак, но два дня, день, два, да, время занимает. По декларациям сейчас, как правило, большинство физических лиц, предпринимателей подают декларацию электронным путем. И вот этих вот деклараций, которые они подают электронным путем, достаточно. Все, что ему необходимо, это зайти в электронный кабинет, выгрузить эту декларацию, отправить на почту. Это даже не нужно обращаться в налоговую для получения? Да. У нас сейчас очень много людей, которые работают за границей. Может ли такой человек, будучи гражданином Украины, не имея официального дохода на территории Украины, но он, имея средства, он заработал, может ли он недостающую сумму для покупки автомобиля получать здесь у нас в банке? Если да, то как? В принципе, и с человеком, который работает за границей, и с человеком, который работает в Украине, но по каким-то причинам не может подтвердить свой доход, схема работы с банками одинаковая. Нужен аванс. То ли нужен аванс от 40% и больше, то ли максимальная сумма кредита должна быть не больше 500 тысяч гривен. Каждый банк по-разному подходит к таким клиентам. Поэтому это все реально. И с учетом индивидуального подхода, в зависимости от того, какой суммы они достают, или какая сумма на старте есть, можно подобрать условия. Бывают ли случаи, когда кредитный комитет банка отказывает в получении кредита? Насколько часто бывают такие случаи, и какие самые частые причины отказа? К счастью, таких случаев немного. Поскольку человек, когда планирует покупку автомобиля, осознанно ее планирует, он к ней готовится заранее. Он заранее копит деньги, заранее смотрит, выбирает автомобиль, сравнивая с другими брендами. Поэтому, когда уже он настроен на кредит, у него есть какая-то определенная сумма денег, у него есть сумма денег, которую он ежемесячно готов оплачивать, и у него есть желание. Поэтому, как правило, вот такие вот люди, которые идут за кредитом, они уже осознанно к этому подходят и имеют со стороны банка положительное решение. Есть, конечно же, случаи, когда у человека была негативная кредитная история. Об этом все, если у кого-то есть кредитная история, каждый из нас о себе это знает. Бывают случаи, когда человек, подая заявку на кредит, умалчивает об этой негативной кредитной истории в надежде, что вдруг уже где-то оно забылось или затерялось. Но, к сожалению, такие вещи не забываются и не теряются. У нас есть всеукраинское бюро кредитных историй, которые об этом помнят. И каждый раз, когда вы будете иметь желание получить кредит, оно будет вам об этом напоминать, что у вас были прозрочки, что у вас есть негативная кредитная история. И, как правило, это основная причина отказов. Хотя я же говорю, их очень мало, этих отказов, поскольку люди уже знают, что у них было в прошлом, и знают, могут ли они рассчитывать на кредит или нет. Но вот если есть отказы, то это, к сожалению, негативная кредитная история. Какие-то способы исправить эту ситуацию, стать хорошим перед банком существуют? Что он может сделать? Конечно, существует. Ни один банк никому не подарил кредит и не простил его, будем честными. Все, кто даже имел негативную кредитную историю, все полностью рассчитались с банком. Есть, конечно же, индивидуальные случаи, когда до судебных дел доходило, и ты с этим кредитом ничего не сделаешь, оно висит как судебное разбирательство. Но в большинстве случаев все-таки клиент погасил перед банком свою задолженность, пускай и с просрочками, но погасил. В этом случае все, что необходимо, это обратиться в этот банк, взять справку о том, что все обязательства перед банком выполнены, и эту справку просто предоставить в бюро кредитных историй. И они, получается, выводят человека с вот этой вот черного списка. То есть, насколько я понял, главное, чтобы было желание, неважно, физическое лицо, юридические, кстати, лица берут кредит или они больше пользуются лизингом? Юридические лица, да, больше все-таки пользуются лизингом, но и бывает такое, что оформляют кредит. Это тоже возможно, это тоже удобно, никакой разницы по сравнению с физлицами нет. Техпаспорт по-прежнему принадлежит заемщику, юридическому лицу в этом случае. Просто пакет документов, который необходимо предоставить, будет немножко иначе. Вот и сет нам уже без вмешательства бухгалтера, к сожалению, никак. Ситуация каждый раз, насколько я понимаю, очень индивидуальна. И нужно рассматривать конкретный автомобиль, конкретный кредит и конкретного человека, в частности. То есть, общие правила существуют, конечно, но каждая ситуация может быть по-своему уникальна. Кому-то выгодно получать более большую сумму кредита, кому-то выгодно рассчитаться быстрее, но ему машина нужна просто сейчас и может в течение полугода. Какие бывают сроки по кредитованию, на сколько лет можно взять, какой процент, как, на что это влияет? Значит, кредит можно оформить сроком от года до 7 лет. И, исходя из срока, будет зависеть процентная ставка. Если взять вот так вот, то минимальная процентная ставка, которая составляет по кредиту, это 0,01 годовых. Это очень маленькое. Это очень маленькое, очень выгодное условие. В какой валюте? Только в гривне. Кредиты финансируются только в гривне, в национальной валюте. Без привязки к курсу. Там уже в зависимости от условий, от программы, от банка, читайте внимательно. Где-то эта процентная ставка фиксирована на протяжении всего срока и она не меняется. У кого-то эта фиксированная процентная ставка в какой-то определенный период потом имеют право. То есть это аннуитетная или мы сейчас поговорим? Может быть схема погашения как классическая, так и аннуитетная. Без разницы по выбору клиента. А чем отличается классическая от аннуитетной? Удобством. Большинство людей выбирает аннуитет по той простой причине, что не надо следить за графиком платежей. Ежемесячно есть одинаковый платеж и ты ежемесячно платишь допустим 8 тысяч ровно, стабильно. В случае аннуитета это тело кредита вместе с процентами разделяется на период пользования равными частями. И человек платит ежемесячно одну и ту же предсказуемую для него сумму. В этой же сумме должно меняться соотношение процента и тело кредита. Или там из чего состоит платеж? На какие цифры нужно смотреть? Да, абсолютно верно. Платеж состоит с основного платежа, это по телу кредита и проценты. В классической схеме есть тело кредита, на него ежемесячно начисляется процент. То есть с каждым месяцем у вас тело кредита становится меньше, процент на него начисляется, соответственно, тоже немножечко меньше. На остаток по телу кредита? Да, в классической схеме на остаток по телу кредита начисляется процент. Аннуитет там немножко по-другому рассчитывается. Там на тело кредита начисляется ставка на весь период, и потом это все вместе делится на срок кредитования. Вот так вот. Если, например, для досрочного погашения клиент рассматривает кредит, берет на 7 лет, а планирует его закрыть за 3 года, то в таком случае я бы рекомендовала брать классическую схему погашения. По переплате она будет клиенту выгодней, поскольку процент насчитывается на остаток по телу кредита. Это абсолютно верно. Если клиент берет на все 7 лет и планирует все 7 лет платить, разница будет несущественная. В этом случае все-таки выбирают аннуитет, чтобы не заморачиваться и ежемесячно платить одинаковые платежи. В случае аннуитетных платежей, возможно ли погашать кредит досрочно? Это на что-то влияет? Пересчитывается потом оставшаяся часть займа? В любом случае, что в классическом схеме погашения, что в аннуитете, есть возможность досрочного погашения кредита без каких-либо штрафных санкций совсем. Все зависит от того, насколько больше клиент переплачивает ежемесячного платежа. В аннуитетной схеме, получается, уменьшается срок кредита, если ты переплачиваешь. Если у тебя есть возможность досрочно закрыть, ты, получается, закрываешь не за 7 лет, например, кредит, на который брал, а за 5. То есть, получается, если досрочное погашение в условиях аннуитета, это практически как оплата на период оставшихся месяцев? Да, абсолютно верно. Но в любом случае, следующий платеж у тебя будет через месяц, даже несмотря на то, что ты уже оплатил больше сумму. Просто раньше закончится срок кредита? Срок кредита, абсолютно верно. Возможно ли покупать в кредит автомобиль с пробегом? Да, конечно, возможно. Раньше это было не так популярно. В последнее время многие банки решили, что большой портфель клиентов все-таки находится и в БУ автомобилях. Поэтому разработали кредитные программы для БУ автомобилей. Они, к сожалению, не такие выгодные, как, например, для автомобилей новых с автосалона, но свои прелести там тоже есть. Ну, сам автомобиль дешевле. Сам автомобиль дешевле, плюс это уже вторичная покупка, и она не требует оплаты пенсионного фонда. То есть, получается, что пенсионный фонд оплатил уже первый клиент. Нет необходимости оплачивать пенсионный фонд, но ставки, к сожалению, по кредиту больше. В конечном итоге математика получается плюс-минус одинаковая. В далеком 2008 году я сам брал автомобиль кредит, и тогда автосалон предлагал определенный список банков, с которыми они работали. Я не мог выбирать тот банк, который мне по той или иной причине как-то приглянулся, а я выбирал из предоставленных автосалонов. Как сейчас обстоит ситуация? Сейчас вы можете обратиться в любой банк за кредитом, но, как правило, все-таки банки, предоставленные в автосалоне, имеют и более интересные и выгодные условия по кредитованию. Потому что это, как правило, уже разработанные совместные партнерские или импортерские программы финансирования. Поэтому с точки зрения затратности и финансов переплаты, все-таки будет интереснее те банки, которые предлагаются в автосалоне. Обратно-таки акцентирую внимание, если они предлагают импортерские или партнерские программы. Как правило, да, есть целая команда, которая ведет переговоры и договорные отношения между банком и автосалоном или банком и импортером определенного бренда автомобилей. И разрабатывается мест на вот эти вот программы. Поэтому другой банк, не будучи партнером то ли у салона, то ли у импортера, вряд ли сможет предложить хорошие условия. Но у клиента, конечно же, есть возможность и право выбора обратиться в свой банк, если его даже нет в перечне банков-партнеров, и там оформить кредит. Важно в этом случае, я считаю, просто посчитать по деньгам и по затратам, где выгоднее, где интереснее. Если у салона партнерская программа с банком налажена, сама уже работа происходит быстрее, оперативнее. Те нюансы, которые продуманы уже заранее банком и салоном во время получения кредита, его сопровождение, они уже продуманы, они также решаются быстрее, чем если человек просто выбирает себе банк, и он неожиданно сталкивается с какой-то проблемой, даже какой-то простой бюрократической. Ну, то есть я правильно понимаю, что так удобнее, и для клиента это меньше забот. Абсолютно верно. Если банк является уже партнером автосалона или определенного им партнера, с ним работа уже отлажена, с ним уже все понятно, клиента вообще нет головной боли, он принес в автосалон документы, которые ему сказал менеджер, вот так вот оставил менеджеру на столе. Если же это оригиналы, да, то менеджер их отсканировал, клиент забрал с собой, и все. Все остальное, там, подать заявку, заполнить невыносимую кучу анкет, это все. А клиент даже заявку не подает? Клиент только ставит свой автограф, то есть свой автограф о том, что он хочет именно на этих условиях взять кредит. Да, он когда с менеджером общается, он рассказывает о том, что у меня есть аванс 20% от стоимости автомобиля, мне ежемесячно удобно платить 10 тысяч гривен. Менеджер ему на определенном автомобиле рассчитал, что с авансом 20, ежемесячный платеж в 10 тысяч гривен, ему надо будет оплачивать на протяжении 4 лет. Все, отсканировал документы, прикрепил заявку, написал в системе, контакты клиента, желаемые условия приобретения кредита. Распечатал эту анкетку, дал клиенту на подпись, и все. А насколько это быстро происходит? Вот клиент, когда принес документы, он получил зеленый свет по кредитованию, когда он становится счастливым владельцем? Ну, на практике день, два, месяц. На практике, вообще, это вся система, этот весь процесс, вот клиент пришел, допустим, в понедельник, пришел в автосалон, принес документы. Как правило, если вопросов нет никаких по клиенту, все чисто прозрачно, банк дает гарантийное письмо, это подтверждение от банка, что готовы его профинансировать, в течение 4 часов. Иногда, если есть какие-то вопросы, это может затянуться до 2-3 рабочих дней. В идеальной схеме, в понедельник, допустим, клиент принес документы, утром к вечеру он получил подтверждение по банку. На следующий день он делал все необходимые платежи, а это заключил договор купли-продажи автомобиля, внес аванс свой, предусмотренный согласно гарантийного письма. Решил вопрос с регистрацией автомобиля. По регистрации автомобиля тоже салон помогает клиенту, берет на себя всю эту заботу и хлопоты. Вместо клиента едет специальный сотрудник автосалона МРЭО, берет талончики, стоит в очереди, пока клиент работает и зарабатывает деньги на очередные платежи по кредиту. Сотрудник получает техпаспорт, номера и, в принципе, после того, как есть техпаспорт, можно планировать сделку в банке. Это у нас, получается, во вторник зарегистрировали автомобиль, в среду можно подписать кредит. Если же кредит, например, подписан в первой половине дня, то во второй половине дня клиент счастливый, довольный может уехать с автосалона. То есть, фактически, при наличии автомобиля, который выбрал клиент, это может занять 3-4 дня? От 3 до 5 рабочих дней, да, и это если с идеальным сценарием или со стандартным сценарием. Его счастливый клиент уехал на автомобиле, после этого момента он по кредиту имеет только с банком отношения или с салоном еще продолжаются какие-то моменты? Или уже только клиент и банк? С салоном у него будет долгое время отношения, поскольку гарантийное обслуживание, любые ТО. Итак, мы остановились на том, что у нас счастливый клиент за 3-4 дня за рулем новенькой Шкоды выезжает из автосалона. А как часто он еще должен приезжать после этого в салон? Клиент салоном поддерживает отношения после выезда за шлагбаум еще длительный период. Что его держит? Что его держит? Его держит абсолютно все. Его автомобиль, автосалон-дилер, в котором он приобретал свой автомобиль, это в любом случае, если будут какие-то вопросы по установке, например, сигнализации, что мы часто потом имеем. Клиент изначально не посчитал это нужным, потом ему захотелось доустановить какое-то дополнительное оборудование. Любая сигнализация, любые видеорегистраторы, возможно, кому-то необходимы портроники и так далее. Поэтому они возвращаются однозначно. У кого-то сезон шиномонтажа, что тоже актуально прямо сейчас переобуться, сменить обувь. Естественно, так месяц-второй и незаметно подходит очередное ТО, которое наступает через год или уже через 15 тысяч, в зависимости от того, что первое наступит. Поэтому отношения клиента с салоном, они такие постоянные, на регулярной основе и имеют вот такой длительный цикличный период. А может ли клиент продать кредитный автомобиль? Может, после того, как выполнит свои обязательства перед банком. У нас нет ответов, нет. То есть, по факту это получается, что если он хочет его продать и другой человек хочет его купить, то этот человек закрывает обязательства перед банком на оставшуюся сумму, которая есть, и они возвращаются в банк. Да, абсолютно верно. Как только клиент погашает последнюю гривну по кредиту, банк выводит это имущество с залога. Для оперативного обменивания информации можно запросить у банка справку в тот же день о том, что по кредиту обязательства выполнены, автомобиль больше не находится в залоге, банк на него не претендует. И с этой вот справкой можно идти в МРЭО с новым покупателем и переоформлять. Это все сейчас электронный документ оборот. Это все на самом деле быстро видно. Как только банк вывел с залога этот автомобиль, сразу же МРЭО видит эту информацию. Поэтому если вдруг не удалось или не захотелось обращаться в банк за этой справкой, можно просто позвонить к своему кредитному специалисту банка, который ввел клиента на протяжении этого всего срока, попросить, что вот последний платеж, можно, пожалуйста, передать информацию побыстрее, поскольку планирую продавать автомобиль. Все, как только в банке ставят отметку, что автомобиль выведен с залога, МРЭО видит информацию о том, что клиент является полноценным собственником данного автомобиля и может дальше переоформлять на кого угодно этот автомобиль. А в такой практике, как переуступка прав, такого не существует? Один клиент платит, ему там остается еще полгода, вместо него другой полгода доплачивает этот кредит. Это все, переуступку прав надо официально все заявлять. Это можно с новым собственником идти в банк, переподписывать этот кредитный договор, делать его реструктуризацию, что вот с этого момента эти имущественные права будут переходить новому собственнику, соответственно и долги, и погашение кредита будут новому собственнику. При большом желании можно обратиться к своему кредитному менеджеру банка и решить этот вопрос. Ну то есть этот вопрос решается, но решается он уже непосредственно самим банком. Да, абсолютно верно. Все, что еще бы хотелось добавить, важно при подписании кредита банк выдаст график погашения этого кредита. Каждый месяц, до которого числа необходимо оплачивать какой платеж. Важно не забывать это делать на радость, что автомобиль уже в ваших руках. Важно не забывать его оплачивать. Это ежемесячный очередной платеж по кредиту. Но если вдруг такое произошло, штрафные санкции предусмотрены, это пеня или забирают автомобиль сразу? Нет, автомобиль сразу не забирают. Конечно же по договору каждого банка предусмотрена штрафная санкция за не вовремя выполненные обязательства. У некоторых банков это есть возможность, так сказать, льготный период, когда не считается за не вовремя оплаченным. У некоторых банков это жестко, именно до 23-го надо оплатить, значит 23-го ты уже негодяй. Но как правило, если держать тесный контакт со своим кредитным специалистом, который ведет ваш кредит в банке, то все эти вопросы решаются легко. Вам напоминают о том, что до определенного числа необходимо сделать платеж по кредиту. И здесь вы уже делаете этот платеж или если не делаете, то обязательно позвоните своему кредитному специалисту, почему вы его не можете сделать или там... Например, если нужно уехать на 3 месяца. Как правило, в таких случаях люди, в любых случаях при подписании кредита предлагают открыть счет для оплаты кредита. И с этого счета будут списываться деньги на ежемесячный платеж. Поэтому даже если есть необходимость командировки уехать на полгода, на 3 месяца, этот счет можно оставить своему родственнику, который будет деньги на карту перечислять. Из карты будут отчитываться платежи в банк. Или же, будучи самому за границей, со своей карточки, которой есть деньги, пополнять этот счет. Из этого счета будут уходить деньги на списание кредита. То есть сейчас все настолько доступно благодаря интернету, что с этим вопросом нет. Главное наличие денег. Хотел бы еще разобраться по структуре счета, по структуре платежа. Вот из чего он состоит. Например, у меня первый месяц, в каких суммах сейчас это бывает? Допустим, 10 тысяч гривен, чтобы легче считать, это у меня первый платеж, система стандартная. Сколько здесь получается я плачу за само тело кредита, за сам автомобиль, и сколько здесь спрятано процентов банка? А все зависит от того, под какую процентную ставку оформлялся кредит. А давайте попробуем рассчитать сейчас условную ставку. Если взять количество выданных кредитов и проанализировать их все-таки, по каким условиям больше всего оформляют клиенты эти кредиты, то, как правило, это вариант беспроцентного кредита. Беспроцентный кредит может быть при авансе, например, 40% на 2 года, 50% вносит клиент и на 3 года может быть беспроцентный кредит, или же 60% на 4-5 лет. Больше всего то, что у нас прослеживается, это аванс 40% и тогда на 2 года беспроцентный кредит, или же аванс 50% и на 3 года беспроцентный кредит. Кредит действительно будет беспроцентный, 0,01 годовых. Но с дополнительных будет обязательно. Это регистрация автомобиля, все, что мы проговаривали, все страховки, КАСК, автогражданка, это нотариус и комиссии банка за выдачу кредита. Но это разовый платеж, и потом просто беспроцентно доплачивается в период пользования. Да, эти все платежи разовые, кроме страхования. Страхование с вами будет на протяжении... Незагодно. Да, абсолютно верно. А мы можем рассчитать сейчас? Да, любой из автомобилей мы можем рассчитать. Например, Octavia, А8, новая. Вот у нас недавно появился этот автомобиль. На прошлой неделе, да-да-да. Поэтому можем на ее примере сделать расчет. Первым взносом 40%. Да. Значит, возьмем Octavia. Хорошая комплектация Ambition с пакетом Ambition. Стоит она автомати. Да. Стоимость данного автомобиля порядка 680 тысяч гривен. Недорого. Это не самая высокая цена для нового автомобиля. Да, учитывая, что в автомобиле все самое необходимое и даже больше есть. Если мы возьмем стоимость автомобиля, новая Octavia 8, 680 тысяч, то 40% вот этой стоимости у нас в составе 272 тысячи. Получается, в таком случае 480 тысяч это будет сумма кредита. Эта сумма кредита равными частями делится на 24 потяжа, на 24 месяца, потому что на 2 года беспроцентный кредит, да. Ежемесячный платеж составляет 17 тысяч 1 гривна. То есть это честный, без чего-либо 17 тысяч 1 гривна. Ставка по кредиту, я же говорю, здесь будет чисто символичная 0,01 годовых, что собой за 2 года тянет в переплате 42 гривны. Ого. А за что еще платится? Вот, за что еще платится? Значит, еще пойдет порядка 27 тысяч гривен. Это на регистрацию автомобиля, да. Первая регистрация за собой влечет оплату пенсионного фонда. На данный автомобиль это будет порядка 27 тысяч гривен. Далее еще необходимы будут деньги на страховки. Каска автогражданка это порядка 40-43 тысячи гривен. Страхование от всех возможных рисков, да. Это и угон, и детальная гибель, и ДТП. Неважно, вы правы или вы виновник, да. Это полная каска. То, как правило, кстати, на новые автомобили при выезде с автосалона, даже если не кредитные, клиенты все-таки интересуются и оформляют такие страховки. Потом, кроме страховок, еще будут комиссии за выдачу кредита. Снова такие, в зависимости от условий. Если мы, в частности, говорим про аванс 40% и сроком на 2 года, то разовая комиссия будет составлять 1,99% от суммы кредита. То есть, ну, еще 8 тысяч гривен. Плюс будет нотариальное заверение. Здесь тоже стоимость нотариуса зависит от того... От стоимости автомобиля там тоже. Да, потому что есть там госпошлина, вот она рассчитывается от стоимости автомобиля. В среднем нотариус 4-5 тысяч гривен. Итак, мы получили сейчас итоговую сумму. Он необходимый для оформления кредита без процентного кредита с авансом 40%. На вашем примере. Это 357 с половиной тысяч гривен. А вообще страшно брать кредит? Сейчас тенденция такова, что раньше в основном кредит оформляли молодые, современные люди, которые в себе как бы уверены, в своем доходе уверены. Сейчас такая тенденция, что... И я считаю, это большой плюс, что даже люди в возрасте, которым за 50-55 лет, они идут за кредитом. Это что значит? Это значит, что времена 2008 года, к счастью, закончились. Люди поняли, почему тогда все было так грустно, да? Почему тогда они попали на этих кредитах, и имея этот опыт, они вот уже спустя больше 10 лет все-таки поняли, что сейчас кредитование более прозрачное и честное и открытое для них. Но и более оперативное. И более оперативное, да. Существуют ли возрастные ограничения для получения кредита? По возрасту есть ограничения по заемщикам. Значит, это должен быть заемщик возрастом от 21 года и на момент погашения кредита не старше 65 лет. А обязательно ли обращаться к кредитному менеджеру по вопросам кредитования? Или можно задать вопрос любому менеджеру, который встречает в автосалоне ухода? Смотрите, любой продавец, любой сотрудник отдела продаж владеет информацией о кредитовании. И обязан владеть информацией о кредитных программах, которые предоставлены в автосалоне. Потому что клиент, в первую очередь, он идет не за кредитом, а он идет за автомобилем определенным. Человек, который встречает менеджер, должен уметь рассказать как про автомобиль, и не важно это Octavia, или Kodiaq, или это Fabia, так и возможности его приобретения. То ли это будет полная оплата, наличка, безнал, банк, с карты, то ли это будет финансирование, кредит, лизинг. Поэтому, в целом, всю необходимую вот эту информацию может объяснить любой из менеджеров автосалона. Но более компетентно, например, если у вас там какие-то индивидуальные случаи, может разъяснить уже непосредственно кредитный специалист, потому что он все-таки больше сталкивается с нюансами, тонкостями работы по кредитованию. Да, вот, и он уже может подсказать, как лучше подать заявку, или какие, может, дополнительные какие-то документы предоставить, или наоборот, не предоставлять. То есть он заходит в автосалон и говорит, вот, я хочу этот автомобиль. Да. Потом смотрит на цену и говорит, я хочу кредит. И менеджер сразу ему помогает. Это один и тот же человек, который ему поможет в данном случае? Да, абсолютно верно. Это один и тот же человек, просто он в какой-то определенный момент может, если в автосалоне есть человек, который специализируется на кредитах, он может переадресовать этот вопрос специалисту по кредитованию. Но в любом случае сделать расчет, сориентировать по платежам, по документам, может любой менеджер отдела продаж. Спасибо вам огромное за интересный содержательный разговор. До следующих встреч в автосалоне Трагаута. До свидания. Спасибо большое и вам. Всего доброго.